Всем привет из Канады! Друзья, вопрос, который нас вечно всех мучает. Как выбрать провинцию, город, где хорошо помогают украинцам? Сейчас я вам расскажу на своем примере. Ира, пробежимся по другим провинциям. Мы летели, Париж-Монреаль, Афи-Компания Air Friends, 200 евро с человек. Значит, в Монреале очень хорошо принимают украинцев, в аэропорту встречают волонтёры, отвозят гостиницу. С гостиницы никто не выгоняет, пока вы не найдёте жильё. Значит, квартир очень много здесь, и жилья много. То есть проблем с этим не будет. Здесь платят также пособия провинциальные по безработице. В месяц на одного взрослого 800 долларов, на двоих 1200, на четверых на нас. Двое взрослых, двое детей 1440 долларов в месяц, пока вы не найдёте работу. То есть поддержка хорошая. За французский. Значит, в Монреале говорят и на французском, и на английском языке. Если дальше по провинции, по Квебеку, то там только французский язык. Но если вы хотите дальше здесь оставаться, легализоваться в Канаде, то в Квебеке вы не получите пиар, если вы не выучите французский язык. Его здесь нужно выучить до уровня B2. Здесь есть курсы. Курсы. Даже за курс вам платят стипендию 800 долларов. То есть, если вы готовы его учить, вы понимаете, что вы его учите, конечно, приезжайте сюда. Здесь очень много помощи. Если не готовы, то лучше выехать в англоязычные провинции. Вот, допустим, в Британской Колумбии там тоже есть пособия. Сейчас сделали для украинцев. Можно по дату до 12 месяцев их получать. На одного взрослого дают 935 долларов до 935. Взрослый с инвалидностью до 1385. Семья до 4 человек до 1770. Семья до 4 человек, в которой есть один взрослый и имеет инвалидность до 293 тысячи. Поэтому туда может быть лучше туда. Там английский язык, но не Ванкувер. Он очень дорогой. Вокруг Ванкувера много городов. Виктория, говорит, хороший город, красивый. Также провинция Альберта очень хорошая. Город Эдмонтон. Там много работы, много жилья, много помощи для украинцев. Кагри, говорят, уже перенасыщен украинцами. Проблемы с жильем. Не знаю, насколько правда. Возле Кагри есть город Лейнбридж. Там тоже много жилья, много работы, много волонтеров. Антарио, Торонто не советую. Необоснованно дорогое жилье. Вокруг Торонто много тоже знакомых. И так вообще смотрю, как бы люди устраиваются. Говорят, доступное есть жилье вокруг Хонтарио, в маленьких городках. И много работы. Поэтому хорошо подумайте, какой вам нужен язык. Делайте свой выбор, приезжайте. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok